Итак, у нас получается будет на экзамене, экзамен будет состоять из двух частей. Первая часть это у нас тест, а вторая часть вы должны подготовить проект. Проект вам нужно сделать с помощью моушн-трекинга, то есть наподобие, как мы делали для торнадо, то есть по совмещению с реальным видео. То есть вы можете посмотреть много разных, вдохновиться разными роликами, какие сейчас очень популярны и в интернете на ютубе, и где-нибудь в инстаграме, например. То есть такой вид моушн-графики, визуальных эффектов, он сейчас прям очень востребован. Вы можете сделать что-то наподобие разбиения объекта, например, со зданием. Можете сделать разные визуальные эффекты с клоус-симуляцией, разные эффекты с партиклами. То есть это все можно совместить с реальной съемкой. Это один из вариантов. Второй вариант. Вы можете сделать небольшую рекламу с помощью Water Advertisement. Примеры работ с прошлого года мы также можем посмотреть сейчас чуть-чуть попозже. То есть если мы говорим про моушн-трекинг, то вы можете добавлять разные партикулы на объекты, трекить объекты, замещать их, добавлять разные 3D-объекты в реальный мир. Можно даже использовать наши порталы, которые мы создавали. Если, например, вы работаете с какими-то визуальными эффектами, которые мы проходили, постарайтесь добавить не один визуальный эффект, а, например, несколько. То есть, например, взрыв и еще какой-нибудь эффект. То есть не ограничиваетесь одним эффектом. И постарайтесь также задействовать трекинг-камеры. То есть отснимите кусочек видео, либо можно использовать стоковые и дополнить их визуальными эффектами. Так, когда у нас будет экзамен? У нас уже есть расписание. Сейчас неудобно у Тимса сделано. Тут все мешает. Так, расписание экзаменов уже известно. И к 23 мая у вас должен быть полностью готов проект. Я чуть-чуть позже создам задание в Тимсе. И перед экзаменом вы должны прикрепить ваши отрендеренные видео и добавить их в Тимс. То есть, получается, вы заранее подготавливаете проект. И на самом экзамене мы смотрим ваши работы. И я задаю вам вопросы, то есть небольшая защита. И вы сразу получаете оценку за проект. Также перед тем, как мы будем смотреть проекты, вы пишите небольшой тест на 20 баллов. Тест будет по пройденному материалу. Те, кто работают не в Майя, вам нужно заранее нам с Дмитрием сообщить, кто работает в Блендере, либо в других программах. Некоторые вопросы, которые касаются интерфейса Майя, у вас будут заменены аналогичными для Блендера. Например, это касательно теста. Нулевой вопрос, возможно, будет выставлен попозже. Пока сейчас он в разработке. Тесты будут распечатаны, поэтому, в принципе, сначала пишем тест, потом, как только все сдают свои работы по тестам, мы формируем список очередей. И по очереди вы защищаете свои проекты на Final. Итак, теперь посмотрим примеры работ с позапрошлого года, как делали студенты и что они издавали в качестве работы. Использовали разные эффекты, которые мы проходили в течение года и совмещали их в реальном видео. Например, здесь использовалась вода, так, Water Simulation, кто-то использовал элементы стихии с Аватара. Ну, дальше там идет просто монтаж. Кто-то также использовал трекинг и сделал вот такие композиции. Фантазия, композиция, то есть у каждого может быть своя подробранная, то есть вы продумываете, что будете издавать на Final самостоятельно, то есть придумываете свой небольшой сюжет. То есть у всех получились работы разные, и мы сейчас смотрим вообще все возможные варианты, какие издавали. Тоже прикольная работа, и самая такая объемная работа, я тоже сейчас ее покажу. Почти на две с половиной минуты. Нет, я не получила письмо из Ховерса, но благодаря курсу по биосистике 3D-титики, я, можно сказать, без регистрации и смс, научилась делать некоторые магические заклинания. Я хочу их сейчас показать. Если вы большой фанат сериала «Под королевы» и также у вас руками есть волшебная палочка, попробуйте выполнить следующее заклинание. Акция шахматы. Теперь осталась Натина Патрика. Редуктор. Интересное заклинание нужно для того, чтобы взорвать предметы. Ну, будьте осторожны, пожалуйста. Одно из самых простых заклинаний в мире Гарри Поттера – это заклинание увеличения. Прекрасная альтернатива для микроскопа или луны. Существует контр-заклинание. Лоджо. Для того, чтобы уменьшить предметы. Демидуэндо. Если ваши братишки и сестренки не хотят разбираться, покажите им заклятие бомбарда. Бомбарда! И после этого они точно начнут убирать свои игрушки. Ну, а если бомбарды ваших братишек и сестренок не впечатлило, попробуйте бомбардам максима. Бомбардам максима! В мире Гарри Поттера существует много заклятий для призыва огня. Одно из тех называется конфринка. Конфринка! Но будьте аккуратны. И если вы хотите закончить свое заклятие, то скажите «финит». Финит! Финит! Мидео аликанто! Это заклятие отлично поможет избавиться от благоприятных осадков в вашей комнате. Самое любимое заклятие большинства учеников в области – это заклятие призыва патронус. Экспекту патронум! Ну, а в конце я хочу вам показать, что я также умею. Например, я вижу свою маму. О, Валь, как раз принесет. Тоже такая интересная работа, которая заняла много времени. Также использовали тоже реальную съемку с небольшим психом. Субтитры предоставил меня. Я научу тебя добывать огонь. Что для этого нам понадобится? Два карандаша, один заточенный, берем, вставляем его в другой и начинаем нагревать постепенно. В тот момент, когда он нагреется, тоже прикольная работа. И также использовали совмещение с разными визуальными эффектами. Субтитры создавал DimaTorzok То есть получается по факту композиция разных визуальных эффектов, которые объединяются в такой небольшой сюжет. Можно добавлять звуковые эффекты, то есть фоновую музыку. Самое главное, чтобы было немного сложнее, чем вы сдавали на лабах, на лабораторных работах. То есть получается просто поработать с водой, как вы сдавали для воды, на 6 баллов будет недостаточно. То есть нужно совместить как-то, сделать ее более сложнее, сделать небольшой сюжет. Типа типа... Торнадо... То есть как минимум два эффекта совмещены друг с другом. Что создает впечатление, что работа уже сделана не в качестве лабораторной работы, а в качестве уже экзамена. В качестве уже проекта. Можно сделать небольшую нарезку кипарью. Не с теми, которые вы уже сдавали, а сделать новые. Так, еще посмотрим работы студентов с прошлого года, также, которые помогут вам придумать ваш сюжет, который вы бы хотели сдать в качестве файнала. Так, и давайте посмотрим, что сдавали студенты в прошлом году. Можно сделать, например, не только совмещение с 3D, то есть реального видео с 3D-трекингом. Можно сделать полноценную рекламу, которую вы полностью отрендерите. Но здесь нужно тогда сделать прям побольше анимации. Здесь уже также идет и класс симуляция, и water simulation, и поэтому эта работа как раз подходит для финального экзамена. Так, и можно еще посмотреть, что еще сдавали студенты. Так, единственное, что интернет немного тормозит, поэтому не в реальном времени из Teams. Так, и качество тоже подсело. Да, здесь получается, есть анимация вертолета, анимация пыли, которая разлетается. Да, что-то с интернетом прям совсем не идет. Давайте попробуем скачать. Здесь, помимо того, что студенты сдают свою работу, также представлен еще брейкдаун, то есть запись экрана, как вы делали. То есть не весь процесс, а сам проект. То есть вы просто включаете, показываете слои. Это идет в качестве защиты вашего проекта. То есть показываете нарезку, в чем делали, как собирали, и прикладываете вместе со своей работой в Teams. Если возникнут подозрения, что это не ваша работа, то есть тем самым вы показываете свою защиту. Так, сейчас оно скачалось, скорее всего, уже. Посмотрим работы. Извините, можете, пожалуйста, отметку поставить? Кого отметить? Я вот что-то написал. Ага, хорошо, сейчас в течение 25 минут журнал он не активен, пока стоит онлайн-отметка. И после урока я вас могу отметить. Хорошо, спасибо. Так, вернемся к работам. Так, по-моему, она еще не скачалась. Также, чтобы не возникали процессы с загрузкой работ в Teams, можете использовать Handbrake. То есть Handbrake, он позволяет сжать ваши работы. И особенно, когда вы рендерите из After Effects, они весят очень много. Вы просто выбираете ваш файл и конвертируете его в M4. Старайтесь ставить без сжимания, и тем самым, вроде бы, в качестве он не должен терять, но вес файла очень сильно уменьшается. Тем самым, получается, быстрее можно просматривать ваши работы, и они лучше скачиваются. Ну, в целом, тоже хорошо, эффекты качественные, есть хороший трекинг, то есть ничего не дрожит, поэтому оценка, соответственно, максимальная. Так, давайте еще посмотрим, какие издавали работы. Сделали, то есть, получается, много разных эффектов, и сдали. То есть, так тоже в целом можно, если у вас фантазии нет, но хотя взрыв уже сдавали до этого. Взрыв, повторная сдача работ не подходит. Так, посмотрим, что здесь такого классного было. Всем привет! С вами сегодня новости, и это самые яркие события, которые произошли в МОТЕ. Водли КБТУ появилась торнадо, и все экзамены автоматически отмелись. Из-за высокой температуры растения в Туркестане начали взорваться. И это только начало. Ну, здесь подача прикольная, то есть, как новости. Так, что еще было? Спасибо. 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 посмотрим а они здесь сделали получается трейлер фильму с визуальными эффектами то здесь в самом фильме были взрывы растящие пули тоже прикольно а вот в ура либо классная работа а 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 много очень крутых эффектов и здесь тоже здесь есть запись экрана как это все делалось ну можно еще показать в мая если вы замечаете трекинг и видео так запись экрана разбора тоже старайтесь прикладывать если например используете один какой-то эффект постарайтесь его сделать максимально качественно тогда можно если работа действительно классно сделано и сложная выглядит сложно сложнее чем лабораторная работа то можно сдавать в качестве проекта так но здесь мало визуальных эффектов и сделано тоже если бы там что-то еще взорвалась было бы хорошо вот эта работа прям очень классно то есть в качестве рекламы и все здесь очень круто сделано собраны множество эффектов которые мы проходили но здесь такой же сюжет был с вертолетом но потому что совмещение с реальным видео дает больше оценок чем просто отрендеренные но если просто хотите отрендерить то добавляйте побольше визуальных эффектов и анимаций то есть что это было прям полноценный ролик здесь получается было сделано и анимации и вода и симуляции так что еще проходили ты не что еще сдавали нет здесь по сути тот же самый торнадо то есть самое главное сдавайте то что вы еще не показывали то есть и совмещайте еще с другими эффектами также не забывайте добавлять звуковые эффекты и либо фоновую музыку так тоже очень классная работа которая получила фу так но в целом получается такого рода сдавали работы студенты в прошлом году в позапрошлом году мы тоже посмотрели так есть ли еще у меня тут кейсы ребята всем привет у меня тут небольшая проблема с моей случилось скажите у всех так происходит или это только у меня посмотрите когда я начинаю рендерить происходит что-то очень странное это нормальная реакция или мне стоит что-то хит настройки поменять скажите пожалуйста тоже очень классная работа с юмором то есть использовался трекинг визу визуальные эффекты поэтому тоже классная работа и тоже здесь есть трекинг так здесь что-то не доделали так здесь есть и 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 по-моему не совсем толстами и 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот это тоже очень классная работа с точки зрения качества рендера тоже сделано хорошо. Продолжение следует... 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 такого рода работы тоже можно сдавать если например вы делаете эффекты только в after эффект 100 это тоже в принципе подходит в рамках работы и можно тоже показывать делать так в целом мы посмотрели очень много примеров которые вы можете сдать как финальный проект сроки как я уже говорила 23 мая у нас будет экзамен и соответственно до 23 мая у вас должен быть готов проект я создал задание в teams туда вы прикрепляете саму вашу работу от отрендеренную собранную в качестве видео и запись экранов тех программах которых вы ее делали то есть чтобы можно было посмотреть как вы это сделали также на самом экзамене вы сначала отпишите тест на 40 минут а потом мы приступаем к защите проектов то есть кто заканчивается тестом записывается в очередь и в этом же кабинете мы смотрим ваши проекты вы отвечаете на вопросы как вы делали естественно сразу получаете оценку за проект так это касается нашего экзамена касательно аттестации 8 мая мая аттестация закрывается постарайтесь дать ваши работы до 8 мая чтобы у нас было время их проверить вас очень очень много у нас три предмета так что если вы издание сдадите позже есть риск что мы просто не успеем проверить ваши работы и выставим оценки по факту перед тем как мы будем выставлять оценки в всп мы вас предупредим в чате чтобы вы сверились с документом и посмотрели все ли ваши работы были просмотрены и сколько баллов вы получаете если аттестации мы не успеем проверить вашу работу аттестация закрыта мы выставим в принципе то что вы заработали и оценку исправить будет практически невозможно поэтому сделайте работы заранее не тяните до последнего потому что и кто не успел тот не успел увы деканат разворачивает заявление об изменении оценок в аттестации и скорее всего все их отклоняет то есть прошлом году были такие нюансы поэтому предупреждаем вас заранее если что-то вы издадите позже мы просто уже не сможем внести оценку так как аттестация будет закрыта и поэтому постарайтесь запланировать свое время заранее если у вас какие-то проблемы предупреждайте о них заранее и не тяните до последнего то есть самый крайний дедлайн когда мы что-то можем еще сделать и помочь это 7 мая 8 мая мы уже будем доставлять оценки так если вопросов нет в принципе мы можем на сегодня заканчивать я остановлю запись и отмечу тех кто не смог отметить можете тоже меня отметить у меня тоже выступал